МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но готовы на все ради победы. Достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель. Со вчерашнего дня управляющая и шеф-повар в одном лице на реальной кухне Анна Золотарева. День начался с поединка между Сандро и Олесей, в котором победила Олеся. Кто за Олеси на голубцы? Пять за Олесю. Естественно, Макс, как всегда, поддерживает Сандро. Вечером, по задумке Анны, все участники реальной кухни стали членами одной большой семьи. А ресторан превратился в уютную квартиру с домашней кухней. Я сегодня буду вашей мамой. Мама Марта? Посмотрим. Ресторан был полон, но Анна нервничала. Звездный гость Виктор Логинов бросал в ее адрес сколкие замечания. Вы считаете, что каждый суп с овощами красного цвета можно назвать борщом? В этот день команда реальной кухни заработала 63 тысячи рублей. И общая сумма приза составила 2 миллиона 484 тысячи 500 рублей. Утром нового дня хаворовчанка Анна, севастополец Валера и петербуржец Саша решили совершить прогулку по Красной площади. Мы сегодня ездим на Красную площадь. Выезд мой на Красную площадь мне очень понравился. Гуляли с плакатами. Мы обстрагировались, мы не были ни на работе. Мы просто гуляли. Я придумала новый плакат на Красной площади. Я буду стоять и держать. Доброе утро. К сожалению, нашего главшефа нет с нами сейчас, он на выезде. Мы, Кирилл, с тобой собирались посоревноваться в ощипывании уток и приготовлении супа. Завтра Максим, Кирилл будут готовить для меня суп из утки. Кирилл, домашний, вам нужно будет ощипать, опалить, разделать и сварить мне суп. К сожалению, сегодня нам не привезли уток. Что-то там не срослось, они не приехали, поэтому управляющий выбрал драники. Приготовьте, говорит, по телефону мне драники с беконом. Я готов сделать драники с картофелем. Кто готов со мной посоревноваться? Я готова, Макс. Какие у тебя будут драники, Таня? А я готова драники из кабачков сделать. Хорошо, давайте тогда с тобой соревнуемся. Я буду делать драники с картофелем, а ты будешь делать драники из кабачков. Договорились? Севастополь! Севастополь! По крайней мере, общение с Амой было на понятии. Ну, с Валерой мы чуть меньше общались, потому что, видимо, есть какая-то личная неприязнь. Александр, он по большей части притворяется в своих словах, делах, и это чувствовалось. Мы не местные, надо снимать. Мы не местные, надо снимать. Никто нас сегодня не узнал. Мы с реальностью шел. Ты ждала? Может быть, всем по барабану, просто нас. Ну, ладно. Тем временем на реальной кухне начался кулинарный батл между Максимом и Татьяной. Сегодня мы будем готовить драники, и я уступлю место Татьяне. Я буду использовать секретный ингредиент, это тюк. Нам нужен небольшой кабачок, вот он. Нам нужно одно яйцо. Нам нужен сыр. Чеддер. Я взяла чеддер. Вот этот рецепт драников, я его придумала сама. Приступим. Кабачок не очищает кожуры. Нужно натереть на крупной терке, выложить в сито и отжать лишнюю жидкость. Сыр также следует натереть на крупной терке. Затем добавить в кабачок и разбить туда же яйцо. Полученную массу солят, перчат, кладут в нее листья тимьяна и тщательно перемешивают. Необходимо добавить муку, затем еще раз хорошенько перемешать. Жарить на хорошо подогретой сковороде. Блюдо подается со сметаной. Итак, наши драники готовы. Настроение немножко, конечно, ухудшилось. Когда милиция подошла, ты вообще даже не дрогнула. Уже привычный момент, да? Ой, а что дрогать-то? Но, тем не менее, все равно было хорошо. Севастополь, Крым. Все нормально, все хорошо. Хабаров, все хорошо. До возвращения с прогулки по Красной площади Анны, Валерия и Александра осталось совсем немного времени. А пока Максим предложил свой рецепт ранников, который, возможно, уже сегодня войдет в меню ресторана «Реальная кухня». Очень простое блюдо, да, которое все ингредиенты есть у каждого в холодильнике. Ну, картофель, морковь, петрушка, укроп, сметана, майонез, яйца, мука. Это очень простой рецепт, я делаю это, не знаю, дома минут за 15, когда хочу есть. Картофель и морковь нужно натереть на мелкой терке, отжать, кислить лишнюю жидкость. Добавить в овощную смесь яйцу сметану, майонез и муку. Полученную массу тщательно перемешать. После добавляю мелко порезанную петрушку, соль, перец и еще раз все перемешиваю. Драники следует обжарить на хорошо прогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. После нужно довести их до готовности в духовке. Блюдо подается со сметаной. Ребят, итак, мои драники готовы. Молодец. Ура. Хабаровск, мой. Хабаровск. Так вот все, поедешь в Хабаровск, вообще пид поднимает с колен. Все правильно? Да, я сначала здесь первое место займу и приеду в Хабаровск. В этом городе я живу уже 7 лет. Мне очень это нравится. Ребята, не послушали нам радио Энерджи? Да, давай послушаем. Да, давай, сделайте погромче. Конечно, конечно, давай, врубай. Ребята, привет. Привет. Мы очень сильно проголодались и хотим драника. Ой, загорели как. Ну как вы съездили? Мы съездили отлично. Еле мороженое, брызгались в фонтаны, бегали. Ну что, драники приготовили? Ага. Это в реакции на тему драника. То есть это не драники. Поскольку у нас в меню была уже картошка, поэтому брать еще и картофельные драники, мне показалось нехорошая идея. А кабачков и оладьи, может быть, были бы и неплохо. Ты приготовил драники с беконом? Нет. Я лично даже не понимаю вообще, что такое драники с беконом. Это в картофель надо добавить бекон натертый? Жареный бекон. Мы не хотели есть канцерогены. Я хотела, чтобы мы сделали драники с беконом, потому что мне нравятся драники с беконом. Я их готовила. Я просила драники с беконом. Но бекон – это уже добавочка такая. Ну, поэтому и называется у нас меню драники с беконом, если ты не заметил. С каким беконом вообще драники? Это полный бред. Я считаю, что это была тактическая ошибка. Нет, нельзя быть управляющим, да, там и шеф-поваром в одном лице. Лихо взявшись за управление рестораном, Анна решила ломать через колено тех, кто не разделяет ее взглядов и не поддерживает концепцию – простая и вкусная домашняя еда. Сопротивляться ее напору никто не решается. Если Анна захотела, чтобы в меню ее ресторана были драники именно с беконом, они будут. Вы меня, конечно, сегодня расстроили очень сильно. Просила одно и приготовили вообще совершенно не то. Я хочу, чтобы сегодня ты их приготовил. Я тебе даю рецепт. Да. В принципе, все понятно. Угу. Это твой прям рецепт, да? Да. Сегодня я не хотела делать драники, потому что вообще не хотела участвовать, на самом деле, в этом меню. Я хотела, чтобы его, вот эта французская школа, его на ней забыл. Чтобы он был поваром. Просто. Просто повар. Сегодня у тебя очень ответственный день. Перед началом работы – традиционная планерка. Так, ну, начну, наверное, с меню. В принципе, у нас все остается то же самое. Мясная нарезка, соленья, борщ, картошка по-домашнему, с маслом и зеленью, со шкварками. Столовая. Кон-че-на-я. Такого негатива и такого бреда я за всю историю проекта не видел. В принципе, люди всегда чем-то недовольны. Они найдут, за что зацепиться. На самом деле, Аня придумала неплохую идею, чтобы сделать ресторан-квартиру а-ля Советский Союз. Но вот ее видение кухни здесь, конечно, подкачало. Девочек Олесю, Татьяну и Женю я отправляю в зал. Я не знаю, сколько раз я была в зале, но явно больше, чем на кухне. Сашу я ставлю, оставляю на баре, чтобы закрепил свою позицию. На кухне у нас сегодня сушеф Валера. Кирилл будет на горячем цеху, будет жарить мне драники. Сегодня Аня решила, видимо, как-то меня проучить своеобразно. Никогда ни в каком-то моем заведении никаких драников и близко не будет. Макс закрепится на десертах, хочу пирожков от деда. Ну и Сандро, нельзя над гостями смеяться. Дед прожил до 89 лет и никогда в жизни такого не увидит нигде. Продемонстрируйте ему, пожалуйста. Вот это класс! Класс! Я хочу немного тебя проучить, конечно, и поставить тебя на дискотеку. Хорошо. Ну, они же договорились меня мочить, и это все видно, слышно. Тем более она уже не скрывала и в лицо Арама Михайловича говорила, что нового ничего, у нее перемен не будет. Я говорю, на данный момент Асандро, действительно, человек мне в ухо просто такую лажу пихает, и он меня потопит. Можете идти переодеваться, и жду вас на кухне. А как я не люблю свинарник после кого-то разгребать. Сейчас я вам покажу, как на мойке должен быть порядок. Видишь, в этом вся разница. Кто-то знает с утра, на какой позиции он стоит, а кто-то не знает. Укрепляя свои позиции, Анна решает провести воспитательную беседу со своим главным оппонентом Сандро. Боже, дай мне сил. Как вам в непривычной для себя обстановке место находиться? Шутка. Ну, ты уже, получается, седьмой раз на дискотеке. Да. То есть ты не понимаешь, почему. Вы, наверное, не понимаете, почему я седьмой раз на дискотеке. Я считаю, есть другие позиции сильные, где бы я мог прикрыть ваши же спины. Но тебя так послушать, ты везде справишься один. И в зале, и на кухне. Только за все время, только за все время, ты почему-то не показал вообще ничего. Ни на кухне, ни в зале. Да все было прекрасно. Даже в мое управление я прекрасно показал, как... А почему тогда ты седьмой раз на мойке? Ты считаешь, что просто так первый раз я рам поставил? Сегодня человек, который будет на дискотеке мыть посуду, это будет Сандро. Считаешь, что он тоже был на ней объективен? Человек хотел посмотреть, как я себя проявил в этой должности. Я себя проявил хорошо, все, я считаю, мне там нечего делать. Я думаю, мы на разных языках абсолютно разговаривали. Ну, наверное. Удачного дня. Вам тоже. Нет, ну, я считаю, что все-таки это давление на меня, то есть седьмой раз это рекорд уже, у нас никто семь раз не стоял на мойке. И я считаю, что это неправильно. Господи, вот как с ним разговаривать? Вот скажите мне, это вообще непробиваемый человек. Сандро, короче, разнес пух и прах в концепцию и все. От себя у тебя колышок? Нет, я сейчас просто выхожу оттуда и, говорят, Сандро был прав. Я просто не увидела, кто это сказал. По поводу чего? Сандро считает, что он лучше в зале. Давай я сейчас быстро дотираю тебя. Давай, давай, не торопись. Главное дело, качественно. Она поставила с ушефом Валеру. И я не первый раз, я уже сто раз сказал, что этот человек готовить не умеет. Меня поставили перед фактом, что вот моя команда. И никто ни за что не отвечает. Вроде бы Костя на все чего-то касается. Ну, такой сегодня был борщ. Сплошной борщ. По-своему решили. Какая готовность? У меня пирожки стоят, растаиваются. Я делаю сырники. И мясо у тебя стоит в этом самом? Мясо у меня стоит, спекается, да. Я понял. Все под контроль. Валерий, ну, это просто хороший исполнительный повар, но не более. Ну, не может он руководить процессу. Как твои пирожки? Класс. Класс? Так, через сколько я смогу попробовать? Я думаю, через полчасика. Полчаса? Это только один будет или ты сразу себе налепишь? Я сразу себе налеплю, конечно. Не, давай один попробуем сейчас. И потом долепишь остальные. Хорошо? Мне надо сделать буженину, мне нужно сделать потом нарезку, мне нужно сделать сырники. И каждые пять минут она подходит и спрашивает, ну как, все готово? Может быть, помочь помидорки порезать? Какие нафиг помидорки? Ну, Макс себя позиционирует как очень самостоятельный повар. Очень сильный повар. Когда у меня такие ситуации были на кондитерке, когда мне нужно было там печь тарт и тут же блины все делать. Я не говорила там, блин, Макс, там я не успеваю сейчас. Я выжимала себя на сто процентов. Что, борщ, Валера? Что? Борщ. Минут через тридцать-сорок. Я когда вот подошел сегодня, поднял несчастный этот половник борща, там вот эта жидкость одного цвета и все овощи одного цвета. Это ужасно. У вас есть 50 минут? Да, мы постараемся. На что я говорю, час. Окей, через 20 минут еще зайду. В дни работы Анны в качестве первого руководителя реальной кухни кардинально поменялись не только меню ресторана и его концепция. Суровый нрав новой хозяйки заведения проявляется буквально во всем. Сегодня у нас начинает действовать поиск контроль. Я не хотела повторения ситуации со вчерашним гостем, поэтому напечатала это объявление. Татьяна, вечером сегодня давайте встретимся. Александр, мы не будем встречаться. Я не хочу с вами встречаться. Что я такого сделал? Ну, потому что у меня нет живого. Он в принципе, ну, ничего страшного не сделал. Да, он там Татьяне уделял внимание, он нам оставил хорошие чаевые, он оставляет, деньги приходят. Я не знаю, почему они его выгоняют. На реальную кухню приходят зрители. Некоторые из них, будучи фанатами, проявляют повышенный интерес к участникам шоу. Но Анна решает остановить этот, казалось бы, неизбежный процесс с помощью жесткого фейс-контроля. Но получится ли у нее воплотить свой план в жизнь? Ведь у заведения нет даже элементарной охраны. А кто нас встречает на стиле? Либо старший в центре, либо я. То есть, если придет вчерашний пассажир, мы можем ему отказать без объяснения причин. Ну, либо ребята, как вчера, которые руки здесь резали. Так, стойте, стойте, стойте. Ребята, я попрошу вас покинуть помещение. Да ладно. Макс, ты творог смотрел? Да. Че там? Ну, постарайся сделать так же красиво, как вчера. Ага. Максим старался, ну, на кухне, он ему профессионально, его эго не позволяет плохо делать дела. Я сегодня был просто обычный повар, повар холодного цеха и кондитер, простой, кухонный. Попробовать еще нечего? Ну, вот драничек иди попробуй. Где жил? Мне кажется, когда они после парика будут отличным состоянием. Я хоть картошку реально чувствую с беконом. Нет, ну, это драники, нормальные настоящие драники. Ну, здесь вкусно. Да. Везде много картофеля, много жирного. Все-таки стоило бы, конечно, ввести какие-то салаты или что-то, облегчить вообще. Да ладно. Вот сюда, ты добавлял сюда. Соль, перец, да? Лимон. Нет. Ускоряемся максимально, по возможности, каждый на что способен. Глянь, Аня, так, нормально, пойдем. Здесь у нас все получится. Все, где температура. Позвольте предложить вам воды. Архиз – это вода, которая добывается в предгоре Тибердинского заповедника. Пожалуйста. Гости прибывают. Реальная кухня работает на полную мощность. Времени катастрофически не хватает. Внезапно выяснилось, что такое примитивное меню, основные блюда, в котором борщ и драники, оказалось весьма трудоемким. Я не знаю, это не еда, не знаю, что мы отдавали вообще в зал. Сегодня были голубцы просто сырые. И я сам взял один голубец, он вкусил и плюнул его в урну, потому что если это ели гости у нас, это вообще просто что-то несовместимое с жизнью. Работа ресторана ужасная, потому что Аня сделала там столовую. Я обратил внимание, в переходе к вас указано, что заведение ваше может отказать без объяснения причин любому клиенту, любому посетителю. А могу я об этом поговорить с вашим управляющим, руководителем? Почему я бы озвал конченную столовую? В столовой еще хотя бы весело. Там сидит какая-то веселушка толстушка, которая на кассе. Ну пусть это будет Анна. Но Анна грустная сегодня ходила. Она не была веселушкой заводной, которая поднимала настроение в этой столовой. Я по образованию юриста. У вас вот при входе такая вывеска прям шокирующая висит, что заведение оставляет свое право отказывать любому посетителю, как без объяснения причин. А как вы вообще берете на себя ответственность проводить какую-то градацию посетить или как вы их отбираете? Ну, так же, как и любой ночной клуб. Так. У нас есть фейс-контроль. А что вы под этим подразумеваете? Анна была уверена в том, что имеет полное право вводить фейс-контроль для посетителей ресторана. Мы не нарушаем. А как же вы не нарушаете? Вот есть такое посетление, может быть, вы не знали. Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, обратившемуся к нему с намерением заказать услугу. Вы исполнитель, а вот они все, вот эти люди, и я в том числе, мы потребители. Покажите-ка мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Вышло так, что реальная кухня осталась беззащитной. В России на предприятиях общепита невозможно ввести фейс-контроль. Я вас услышала? Я не смогу сейчас есть мясную нарезку, если это объявление будет убавлено. Тут книжечка завалялась. Защита прав потребителей. Вот на ночь можно листать, читать, просмотреть. Вот я вам ее дарю. Спасибо. Меня подвела, может быть, моя уверенность или моя необразованность, я не знаю, как это назвать. Сегодня. У меня еще не было времени оценить всю ситуацию полностью. Получила консультацию юристов. Сняла объявление, все. А тем временем на кухне участники шоу вовсю потешаются на Даниной концепции семейного ресторана. Доставай там зырьки. Тогда можно архизик ужахнуть. Вот свекровь продумана. У нас же была квартира, и я свекровь, и я могу свои порядки, свои законы диктовать. Мне кажется, свекровь что-то внутривенно приняла. Я думаю, это был борщ вчерашний. У вас есть Wi-Fi? Нет. Это опять нарушение правостребителя. Ну почему нет? Почему у вас нет Wi-Fi? Там все же деньги практически. А почему у вас нет 3G, интернет, раз вы такой деловой человек? Почему вы не подстраховались? Иностранцы есть? Иностранцев нет сегодня. Среди работников? Нет, тоже нет. Тоже нет? Тоже нет, да. Все русские. Пойдемте, я вас могу за тот столик посадить в эту голову, вам будет видно, что на кухне происходит. Анна продолжает воплощать в жизнь свою концепцию простая и вкусная домашняя еда. Она максимально упростила меню ресторана, заставив знатока высокой французской кухни Кирилла готовить драники. На столах появились клеенчатые скатерти. И как мотыльке на огонь в заведение стала слетаться соответствующая публика. Молодые люди, можно вас попросить себя вести немножко потише? Если вы грязную посуду, ребятам заседний стол поставили. Вы могли бы попросить официанта убрать ее? Мы тут уже полгода администратора не обрешили. А вы где официанты? Да вы что? Я здесь? Слушай, а почему так выкинули? Анька щипнет и дать ему торец сразу. Что будет, а? В середине вечера на реальной кухне появилась компания молодых людей атлетического телосложения. Обстановка показалась ребятам настолько свободной, что они решили использовать зал ресторана в качестве площадки для соревнований по армрестлингу. Готовы? Раз, два. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Давай, 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 давай! Молодые люди! Я понимаю, да? Не прерывайте! Подождите! Тут бой настоящих мужчин! У нас уже даже ставки сделаны! Можете вот здесь вот побороться? А здесь вы будете кушать! Мы вам накроем пока! Не, нечего кушать! Сейчас принесут, как вы перестанете бороться! Вы можете пересесть, здесь есть шашки, можете там поиграть! Все, давайте, на приедем! Все нормально там в зале у нас? Ну... Или... Там такие качки, знаешь, что это? Что еще нам за предъявы? Сырники дед у тебя! Если я их делал от начала до конца, кто-то их попал, у меня возюкал! Да, скажи, ты, блин, ты всегда мечтал сфоткаться в прошлом? Да, пойдем сфоткаться в прошлом. На, сфоткай его! Что надо, парни? Молодые люди, это мои гости, если вы хотите... Всегда мечтайте! Парни, идите кушайте! Не гостю, 40-ка сделал, 6-ка у меня есть! Завите! Кушайте, кушайте там, все к нам! Дайте вам по конфетке, успокойтесь! Возьмите по конфетке! Садитесь за свой столик, да! Молодые люди, это мой столик, если вам нужно, что ли? Если бы гости поняли, что это полный беспредел, то, естественно, мы бы их попросили. А гости, вот в чем была наша слабинка, что гостям всем это нравилось, и мы вроде как попали под ситуацию, что тоже надо было подстраиваться, подыгрывать. На этого тысячу товарища, на него 500, давайте мы поднимать банк. В эту столовую могут прийти завтра АПДВ и разнести все пух и прах. Как только они сейчас начнут хрушить посуду, полицейские начнут их. Остается только ждать, когда они же тотализатор не нравятся, не нравятся стараться. Нет, просто это неприемлемо. Ребят, у нас тут тотализатор открыли, платят деньги. Мы пришли сюда просто после работы. Во-первых, если ты директор, то уже веди себя достойно, как директор. А вот это бегать к ментам за стол, спрашивать у них их мнение, потом бежать к юристу его мнение, да пошел ты нафиг такой, директор. Давай 100 отжиманий, если проиграешь. Да. Юрист сказал, что это просто спорт. Да не кажется, что их поражишь? Ну я не знаю, почему в нормальных ресторанах это могут иметь право с ними что-то сделать, а в нашем ресторане не могут ничего сделать. А ты что, боишься, почему ты ничего не делаешь? Да нет, я тебе говорю, сидит юрист. И что? А, конечно. Конечно, можно было это все пресечь, потому что в каждом монастыре свой устав есть. И она как-то все перевела на милицию, как-то перевела все на какую-то букву закона, и, соответственно, поставила под сомнение устав своего монастыря. Что, они сильно мешают? Сильно мешают, да. Я боюсь, что они откажутся рассчитываться. Начну что-то бить там, куролесить небольшое. Может быть, мы не будем до этого доводить? Просто хотелось бы вас попросить принять меры. Чего вы, парни, откуда? Из Москвы. С регистрацией все в порядке. Что, рейсинг будет еще? Ходить ставки поставить? Не-не-не, принять участие. Представители власти стали вступать в эти бои, играться, ставки ставить. Ну, это чистый пошел бардак. А что, сейчас мы их по одному сюда? Я хотел выйти туда с Сандро, ну, чтобы Сандро, ну, немножко посостязался в амрестлинге. Ну, в амрестлинге он достаточно ярко себя проявил. Он меня поборол один раз. Мы бы в тандеме их сделали. У нас есть одна кандидатура, кто может с вами побороться. Так, идите работайте. Мне безумно хотелось выйти в зал, пообщаться с ними. Вот, они вроде как сказали, что придут к нам завтра, я их жду. Работать, я сказала, нет. Никто из сотрудников в зал не выходит, все. Я тебе сказала, я уволю. Если ты хочешь действительно колхозную концепцию создать, то вступай в эти правила. Вот эти ребята начали бои, давайте все подключимся, давай поваров наших, давайте все вместе там завяжемся в это. Ну, и будет веселее. Молодые люди... Ресторан скоро закрывается, я хочу попросить вас рассчитаться. Татьяна, можно вас? Ну, я немножко себя вольно с ними вела, не как обычная, там, допустим, официантка в обычном действующем ресторане. Я считаю, Татьяна, мы тут так... Мы вас, да, обижали целый вечер, и так получилось. Давай-давай, дожди-ка, и он занят. Я поняла, что когда он начал, типа, просить прощения, сейчас что-то будет, но мне не удалось вырваться из лап армрестлинга. А, красава! Кружение на руках меня, это было вообще что-то с чем-то. Никаких обид. Давай, следуй. У меня голова закружилась. Тише, тише, не держите. Смотри, статья в телепрограмме «Энн МакКеллен». Это тот самый актер, на фильм, в котором мы хотели сходить недавно. Повторюсь, наверное, как вчера. Наконец-то этот день закончился. Я готова вас выслушать. Всех. Все понравилось ребятам за первым столом, поблагодарили. За седьмым вызвали даже шеф-повара, который не хотел, уперся руками и ногами. Он, видимо, подумал, что это качки, и не хотел эти. Гости у нас были, конечно, сегодня какие-то вообще безобразные. А что касается вот этих армрестлингов и вот этих вот неадекватов... А я где там? Вы вниз присадите. Гости есть гости, все. Нет, этого не может быть. У нас что-то бред. Жень, нет. А, нет, это бред. Азартные игры меня смущали. Ну, насчет беспордонного поведения, ну, это их стиль жизни. Но для того, чтобы конфликт не разгорался, выкинуть фон их из ресторана, мы с тобой посчитали, что смысла нет. Юрист сказал, что это просто спорт. Тебе не кажется, что их... Ты что, ты боишься, почему ты ничего не делаешь? Спасибо. Не надо, она работает, ну, не надо сейчас к ней приставать, ладно? Ну, я не пристаю, я пытаюсь ее, потом после работы придете и поговорите. А после работы у вас ресторан закрывается сразу. Молодой человек, давайте так, если вы еще раз зайдете в помещение, я откажу вам обслуживание. Мы нашли причину, чтобы его выгнать. А здесь, вы считаете, не было ни одной причины, что они брали будки без разрешения. Они не доставляли дискомфорт соседним столикам. Я подошла к одному столику, я спросила, вас пересадить или нет? Все гости, никто на них не негативно не... Мне ваша позиция понятна. Если вы хотите, мы можем вас пересадить. Если они бы докапывались, если бы не начали драться с гостями, бить посуду, тогда да. И полицейские бы начали. Даня, что ты так делаешь, вы тебя соскал какой-то? Он хотел морду набить, парню бить. Но морду нельзя набивать. Который там кричалом сидел. Сань, ты шутишь, ты вообще шутишь, мне скажи. А что он тебе как-то? Мой, Сандро, посуду, молча. Я сейчас твое мнение вообще не спрашиваю ни разу. Концепция дома, они ведут себя как дома. И мы им ничего не можем сказать. Почему не можем? Потому что есть закон. А, ну да, юрист помню. Я с ним беседовала долго, потом с полицейскими я беседовала, потом опять с ним, опять с полицейскими. То есть не было ни одного факта, по которому я могла их выставить. Начал что-то бить там. Куролесик небольшой. Может быть, мы не будем до этого доводить? Я у Ани спрашивал, да, нужна помощь, нужна? Она говорит, нет, нет. Мы все были готовы, конечно, выйти. И ребят попросить выйти. Вот человек, который вам в рестлинге сделал бы всю эту четверку. Вышел, убрался там под ними, под этими качками. Они подумали, что ты их гасить пришел. Нет, я их там подвигал, подвигал, обозначился, что я здесь есть. А, можно я еще добавлю? Я хотела еще раз при всех сказать Саше, что, Саш, когда ты берешь расчет, это значит, просто нужно посчитать и дать сдачу, которая потом возвращается на столик. Не важно, там, чьи вы, не чьи вы, деньги на столик всегда возвращаются в любом случае. Одну из пресса сделай, пожалуйста, меньше. Так, вот опять деньги. Как важно, если деньги оставляешь, Саша. Татьяна принесла чек, на котором было указано 7 тысяч рублей. В счете было 8. Соответственно, одна купюра – это чаевые. Да, Саша Ерин полный дебил в плане того, что, во-первых, он, ну, звезда, да, у него зажглась и не гаснет, это понятно. Великий шеф-повар, но настолько безграмотный, это просто какая-то жесть. Валер, мне кажется, качество кухни на порядок лучше, чем вчера был сегодня. Как бы все ребята молодцы. Вчера кухня более-менее справилась, сегодня она еле-еле справлялась. Организации ноль. Макса, вот эта вот позиция, что он все может, все умеет, и что он лучший шеф-повар на проекте – полный бред. На кухне, ну, зашивались по времени, и, конечно, мне кажется, надо что-то применять на наши блюда. Если домашняя какая-то кухня, то она должна быть просто фантастическая, это должен быть там какой-нибудь бестроган, который будет таять на языке, или какие-то котлеты, которые там можно душу продать. Ну, драники не относятся к такой категории блюд. Борщ вообще прям, официанты даже приходили швыряют и говорят, борщ сегодня мотня. Прямо так говорили сегодня официантов. Я не знаю, как можно приготовить невкусный борщ, но я просто не понимаю, как можно сделать, да, допустим, драники невкусными. Можно я скажу еще, честно говоря, вот положа руку на сердце, картошка, мне совершенно не нравится, как подойдется. Какая-то кучка малая отварной картошки, нарубленной топором. Сверху насыпана также нарубленная зелень, которая была полупогнялая. И эти выжарки. Что это за уродство сегодня было вообще? Голубцы просто сырые. Я сам взял один голубец и не кусил. И плюнул его в урну, потому что если это ели гости у нас, это вообще просто что-то несовместимое с жизнью. Давайте уберем эти шкварки, они ужасные, вообще честно. Что за шкварки? Что это за уродство сегодня было вообще? Мне было сегодня реально тошно, противно. Это столовская еда, это не была еда ресторана, это не о том, о чем говорил Арам. Наш девиз, внизу мы подписываем, просто и вкусно. Наше меню. Сегодня мы готовим две закуски. Салат капрезе с сыром бурата и сицилийскими помидорами. Карпаччо из сыровяленой говядины, брезао-дели-вателлина с салатом фризе. Основные блюда. Жаркое из вешеных молодого картофеля. Филе морского волка со шпинатом. Пикантное рагу из ягненка с овощами. На фоне меню Атарама, которое сам гуру кулинарии считает весьма простеньким, концепт Анны, простая и вкусная домашняя еда, откровенно разочаровал практически всех участников шоу. Ладно, ребят, спасибо за работу. Давайте поблагодарим чуть-чуть. Анна, не переживай, все будет хорошо. Ребят, мы сегодня заработали 41 тысячу 100 рублей. И общая сумма у нас выигрыша 2 миллиона 525 тысяч 600 рублей. Но все очень печально. Печальна наша выручка. Я хочу, чтобы вы поняли, да? Если я оставляю на кухне людей, я должна быть уверена, что они ответственно отнесутся к своей задаче. Слушай, шеф отвечает за выход в зал этого блюда. Следующий официант, который, если он выносит с раздачи это блюдо, он несет за него ответственность уже. То есть официант вправе на раздачу сказать, ребят, я это не понесу. Ты сама вчера одобрила всю подачу. В смысле, я это не понесу? Если наш управляющий шеф в одном флаконе одобрил... Это было вчера, я тебе про сегодняшний день говорила. Мы сделали выводы, сейчас надо пересмотреть меню просто и все. Ребят, можно я скажу? Я увидела то, что в тарелке, это ужасно. Видимо, она много на себя взяла сразу. Думала, что ребят поймут меня с полуслова, как это обычно было. Но оказывается, нужно немножко больше усилий и больше времени им уделить. Кто готовил картошку? Аня, там было ужасно из-за того, что это картошка, правильно сказала гостья нашего ресторана, что там пять картофелин на тарелке, непонятно. Подождите, вы сами? И ты сама лично одобрила эту концепцию. Юные недавние друзья начали вливать на нее негатив. Есть порция, да? Да дело не в порции. А в чем дело? А я в том, что это только картофелин. Что вы вольете все? Она реально начала борзеть со своей должностью управленца. Она очень себя нагло начала вести, поэтому ребята сейчас все от нее отворачиваются. Вон, посмотрите. Что-то друзей уже не осталось. Что-то никто не хочет ее поддерживать больше. Да нет, Анют, вчера это выдавалось точно так же. Вчера по даче было все то же самое. Я вчера официантом был. Проблема не в подаче, а проблема в том, что это все подавать нельзя в принципе. Это ужасно. Мы все понимаем, что мы дома готовим отличную еду. И может быть там кто-то и в ресторанах. Почему мы так ложимся в этом проекте? Меню вы сами видели то, что вчера было. Мы вчера обсуждали, никто слова не сказал. Вы бьете себя в грудь, что вы повара. Ты же сам заявил как управляющий, как шеф-повар. Концепцию и меню заведения не обсудила. Может быть с девочками обсудила, и то, я так понял, не утвердила. Аня, ты принесла меню, поставила перед фактом всех. Готовьте. Вы повара готовьте. Ты не сказала, как подавать. Подожди. Аня, как это? Подожди, вы же спросили меня. Аня, как Олеся вчера подходила целый день. Олеся бегала к тебе целый день, узнавала. Потому что она не знала, как вот это подавать в зале. Вчера Олеся была су-шефом, палец о палец не ударила. Хотя, типа, делает вид, что я ходила, я спрашивала. Ты су-шеф, ты должна меню чувствовать, знать. Я сегодня пытался это меню вытащить. Давайте сейчас все выскажем друг другу. Конечно. Давайте. Сань, давай. Я готова слушать вашу критику в свой адрес. Мне было весело сегодня. Я вообще, я чувствовал себя сегодня победителем. Я готова, чтобы вы друг друга послушали. Мы работаем, мы идем к этому. Неделя только началась. А за 40 минут не готовится. Ты знаешь. Я знаю. 15 литров борща за 40 минут, это нон. Хорошо. Что, борщ, Валер? Что? Борщ. Минут через 30-40. У вас есть 50 минут? Да, мы постараемся. На что я говорю, часто. Окей, через 20 минут еще зайду. Пусти меня завтра на кухню. И ты все исправишь, да? Да. Ну, док, соответственно, надо, как я говорил, свежий салат. А пироги, остальное можно делать. Я его спал в ловле. Рот закрой тогда, я говорю. Саш, ты готов завтра поставить кухню на ноги, с колен? Да. В итоге, ну, вот она сегодня, наконец, признала, что не получилось, и села за стол переговоров. Так что ситуация набирает неплохие обороты. Саш, я тебе даю меню. Да. Ты его обыгрываешь по-своему, да? Делаешь мне завтра в пяти часах полностью презентацию меню. Мы все пробуем, смотрим подачу. Да. Только я подберу кухонный этот. Кухонный персонал? Нет, Саша, это будет смешно. Я тебе дам двоих, остальных ты выберешь сам. Хорошо. Я ей говорил, что я могу быть ей поддержкой в любое время. Она все равно меня не слышит, а делает какую-то свою игру. Завтра у нас мастер-класс у Мир Кадзаги. Он приезжает завтра к нам в час. Будет готовить для вас пасту. И еще одно событие у нас завтра. Мы с Валерой завтра едем в детский центр проводить детям мастер-класс. Уже непонятно, почему она находится с давлением, потому что два дня подряд она ездит с Валерой там куда-то. Ребят, всем спасибо, всем до завтра. Все, до свидания. Пока-пока. До завтра. Критиковали – это хорошо. Ты видишь, может быть, кто-то объективно, кто-то субъективно. Критика – это всегда хорошо. Марк, там твоя подружка заходила. А куда она делала интересные деньги? Я делаю, что я хочу. Но я их сегодня допеку. Выгнать всех. Учтите, что я свеклот. Я что, должен с ней сделать, с этой женщиной? Я тебя просто выгоню в чулал. Сандра, у меня здесь твой успокоитель. Это вам засовывает. Я смеюсь, потому что смешно. Когда это я тебе стал, дорогая? Кто за дьявол там в тебе поселился?